Настоящий подарок для ценителей искусства. В музейно-выставочном комплексе прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Знаковым событием стало открытие постоянной выставки семейной реликвии за 300 лет. Все подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Под звуки рояля рассматривать уже готовые картины и наблюдать, как создаются новые. Тот случай, когда на одной площадке представлено сразу несколько видов искусства. Посетив музейно-выставочный комплекс, можно одновременно окунуться в мир музыки, живописи и изобразительного искусства. Именно так выглядит «Люберецкая ночь музеев». Акция родилась уже в рамках проведения Дня музеев. 18 мая – Международный день музеев. И это зародилось давно, еще в 1977 году. Инициатором этой акции нам очень лестно был российский человек. Чуть позже, уже в европейской стране, было предложено дополнить этот праздник акции «Ночь музеев». Тема акций в этом году больше, чем музей. Название говорит само за себя. Ломая стереотипы, в учреждении организовали серию различных мастер-классов. От секретов гончарного мастерства… Правильно, давим внутрь изделия. Так, все достаточно. До изучения зов хореографического искусства. Браво, влево. Вот, молодцы, хорошо, очень. Главное, подчеркивают сотрудники комплекса, что акция проходит в привычном формате. По живому общению соскучились и посетители. Так же, как и по краеведческому музею, который уже долгое время закрыт на ремонт. В праздничный день состоялось открытие одного из его залов. Вот этот зал, который, в принципе, рабочее название было, Люберецкий, Эрмитаж. То есть здесь собраны жельчужины мировой культуры. И то, что выставлено у нас в музее, это может гордиться любой музей мира. Действительно, где еще увидишь кушетку самого Наполеона Бонапарта и маленький круглый стол, на котором знаменитый французский император подписал отречение от престола. Раньше здесь был шелковый бархат, усыпанный, видите, звезды золотые. Усыпанный такими золотыми звездами. И именно такой кушетка была создана в 1905 году. Из кабинета Наполеона в Санкт-Петербург. Это оттуда. Семейные реликвии за 300 лет. Эта уникальная выставка насчитывает сотни редких предметов мебели, быта, украшений, аксессуары и одежду. Экспозиция охватывает период от 16 до начала 20 века. Это какая-то фантастика просто для меня, что это когда-то было. И мы можем до этого просто докоснуться и увидеть это. Просто шедевры. Мне нравится вот этот уголочек. Я люблю детей. И мне прям вот эти вот все игрушечки, платьица, украшения очень красивые, мебель просто невероятная. Это произведение искусства. Это богатство подарила музею дочь-героя Первой мировой войны Наталья Батько. Какое-то время ее семья проживала во Франции. Вещи, перевезенные в Россию, теперь стали ценнейшими экспонатами. Прикоснуться к мировой истории можно в любое время. Эта выставка – постоянная. Луиза Игезарян, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ.